Диспетчер санитарной авиации. Слушаю вас. Борт 01635 на вылет. Гораздо быстрее мы долетаем до места ДТП, нежели машина скорой помощи. От того, как быстро к нему прибудут квалифицированные специалисты, зависит дальнейшая судьба и, соответственно, жизнь пострадавшего. Не бывает дня, когда мы не вылетаем. Доходит число до также 5-7 вылетов в день. Самый запоминающийся вызов у меня был поступила девочка. По-моему, 4 или 5 лет. Если бы не вертолет, к сожалению, все бы закончилось плачевно, потому что счет был действительно на минуты. Самое быстрое обеспечение заявки на вылет было проделано нами за 6 минут и 4 секунды. Время от поступления заявки до времени взлета вертолета. Сегодня у нас был первый вылет вертолета «Ансад». Сегодня мы летали в город Тосно. Это межбольничная была транспортировка экстренная к пациенту. Тяжелый черепно-мозговой травмой с переломом черепа. Он был доставлен в областную клиническую больницу для более широкого объема помощи, именно стационарной. Плюс «Ансада» – это, конечно, его мобильность. Он быстро очень готовится к вылету. Время, конечно, очень много стоит. Большая грузовая кабина. Легко размещаются как медперсонал, так и больной. Когда срочно нужно эвакуировать дополнительного пациента, его можно разместить. На других вертолетах не было возможности полноценно разместить второго пациента. С точки зрения медицинской аппаратуры у нас полностью укомплектован вертолет не хуже, чем реанимационный автомобиль класса «С». Здесь собрано, в принципе, все лучшее, что может быть в реанимационной технике. Плюс еще вертолет, который быстро и гарантированно доставляет пациента не абы куда, а в специализированное лечебное учреждение. Очень легко выполняют взлеты и посадки на площадке ограниченных размеров. Без проблем можно выполнить посадки в черте города. Достаточно сказать, что это летающая реанимация. Этим все сказано. Где-то кому-то нужна твоя помощь, чувствуешь, что помогаешь людям и каждый раз переживаешь по-особенному. КОНЕЦ